Эфир СТВ продолжает новости. В студии Ирина Мартьянова. Здравствуйте. Преодоление негативных тенденций в экономике и выход на устойчивый темп развития. Возросший авторитет Беларуси на международной арене и необходимость ведения взвешенной внешней политики. На этом президент Беларуси акцентировал внимание сегодня, обращаясь к парламентариям. В эти минуты во вольном зале Дома правительства продолжается совместное заседание обеих палат Беларусского парламента 5 и 6 созывов. Формат встречи уникален. Фактически сегодня полномочия сдаёт прежний состав парламента, а к делам на законодательной Ниве приступает новый. В 6 созыве Палаты представителей 110 народных избранников, из них 28 сохранили депутатский портфель. Обращаясь к парламенту, Александр Лукашенко называет главное, на чём должна строиться работа депутата. Важны опыт и знания взрослых людей и более молодых людей, пришедших в парламент. Если мы, как это нам тут советуют, но не делают там, прежде всего на Западе, весь парламент выкосим, и сюда придут исключительно новые депутаты и ни одного старика, я в кавычки беру это слово, преемственности парламентариев не будет. Опыт того парламента, предыдущего, в данном случае 5 созыва, который они накопили, мы просто угробим. А на это не имеет права ни одно государство. И вы посмотрите на Запад, там никто не смотрит возрастной, невозрастной. И к нам они приезжают за 70 лет, под 80, это считается нормальным. Главное, чтобы голова работала и ноги ходили. Нам нужны мозги. Нам нужны люди толковые, творческие, независимо от его возраста. Особенно в парламенте. Парламент, я скажу откровенно, я работал в этом парламенте немало лет. Это сход собрания мудрецов. Ну, чтобы мудрецы не уснули, нужна и молодежь. Она должна представлять свой слой нашего общества. Женщины с нами не могут на равных соревноваться, потому что они плюс дополнительно половину своего времени отдают нам. Кто на кухне, кто детям, кто еще чего-то. Поэтому вот на эту небольшую долю мы должны их поддерживать. И думаю, вот тут ни Запад, ни Восток, ни наши внутренние разные силы не могут нам что-то тут сказать плохого, что мы поддерживаем женщину. Более того, я всегда говорю, что женщина по своей сути более стабильный человек. Она опасается прикоснуться к «горячим» в кавычках. Она никогда не пойдет на сделку с совестью и так далее, и так далее. По своей речи президент затронул немало актуальных для страны тем. Одна из них – необходимость проведения реформ в стране. Александр Лукашенко уже не раз озвучивал свою позицию по этому вопросу. По мнению главы государства, к серьезным изменениям в первую очередь должен быть готов белорусский народ. Я готов к любым реформам. Казиятки в своей передаче недавно это подчеркнул. Президент готов к реформам любым, самым жестким, жестче, чем МВФ сегодня требует. Вопрос в другом. Готовы ли вы к ним? Я обращаюсь к вам, представителям народа. Вот спросите у каждого, готов ли он к этим реформам. Я недавно задал правительству вопрос. Все говорят, реструктуризировать, структурное преобразование в экономике и прочее. Я задаю вопрос умным людям. Скажите, что вы понимаете под структурными реформами и изменением структуры экономики? Все по-разному на это отвечали. Это говорит о том, прочитали где-то, услышали и понесли в народ. Еще одна тема – внешняя политика Беларуси. Александр Лукашенко за взвешенную позицию в этом вопросе. Мир скатывается к открытому, горячему противостоянию. Ответственно говорю не первый раз об этом. Ситуация хуже, чем в годы Холодной войны. Право сильного доминирует. Лицемерие, неискренность в международных отношениях, особенно между геополитическими игроками. Попрание международного права под якобы благовидными предлогами. Все государства стремятся на этом фоне найти свою нишу. Создаются новые региональные интеграционные структуры, которые стремятся защитить себя высокими оградительными барьерами, в первую очередь, в экономике. Естественно, такой поворот событий, который происходит в мире, рикошетом ударил и по Беларуси. В этих условиях на первый план стала выходить внешнеполитическая деятельность. Должен признать, что мы часто говорили о многовекторности, но в реальности, признаем, все-таки летели больше на одном крыле. Однако жизнь показала, что в условиях кризиса мы оказываемся в такой ситуации слишком приверженными риску быть зависимыми от политических настроений руководства соответствующих государств. Наша задача добиться реального, позитивного баланса в отношениях со всеми соседями, всеми ведущими геополитическими центрами силы. Неимоверно сложная задача. И мы не балансируем, мы не сидим на двух креслах, на двух столях. Абсолютно нет. Мы вынуждены проводить такую политику, чтобы никого не обидеть, никому не навредить и чтобы сохраниться, чтобы устоять. Продолжая разговор о внешней политике, глава государства, конечно, не мог не затронуть вопрос сотрудничества с основными партнерами нашей страны. Александр Лукашенко поделился с парламентариями впечатлениями от прошедшего государственного визита в КНР и подчеркнул, что Китай видит в Беларуси равноправного партнера. В опальном зале президент также прокомментировал газовую проблему с Россией и отметил, что видит сотрудничество с Россией по принципу на равных. Недавно приезжают к нам работать журналисты из России, не буду называть фамилии. Начинаем с ними, попросились на работу, начали с ними разговаривать наши специалисты, наши люди. Ну почему вы так относитесь к средствам массовой информации в Беларуси? Что это за политика? Ответ поразительный. Я его специально обнародую. А у нас указания сверху. От президента России, с администрацией президента России. Ничего хорошего о Беларуси. Вы это и видите. А если что-то, ну, таком шутливом, то не там, ну, то, что выгодно нам. Ничего. Поэтому я почему-то говорю, не надо меня упрекать в том, что мы до сих пор не приняли по договору с Россией конституцию союзного государства. У нас друзей нет. У русских и белорусов нет друзей. Мы остались вдвоем. И я Путину недавно публично сказал, придется спиной к спине стать и защищаться вдвоем. Парламентарии сегодня, как никто другой, вместе с руководством, возможно, будут избраны. Это их тоже, ноша, должны каждый раз, не просто говорить, биться за эти идеи. Завершая встречу, Александр Лукашенко вручил государственные награды парламентариям Национального собрания Пятого созыва за значительный вклад в реализацию социальной и экономической политики страны, заслуги в развитии законодательства и парламентаризма. Подробности из овального зала в наших следующих выпусках, а пока к другим событиям этой пятницы. Сегодня восстанавливается движение транспорта через погранпереход до Мачева. Напомню, в этом пункте пропуска оно было приостановлено летом из-за аварийного состояния моста через Западный Бук. Путепровод отремонтировали за три месяца. Теперь по нему можно передвигаться транспортным средством общей массой до 7 тонн. Максимальная скорость движения ограничена 20 километрами в час. Ураган Мэтью достиг американских штатов Флорида, Джорджия, Северная и Южная Каролина. На территориях объявлено чрезвычайное положение. Ранее 2 миллионам жителям было предложено эвакуироваться. Американские власти ожидают колоссальных разрушений, поскольку ветер достигает скорости 200 и более километров в час. Сейчас в Америке глубокая ночь, поэтому подсчитывать потери начнут лишь утром. Отмечу, Мэтью стал одним из самых разрушительных и смертоносных ураганов. В странах Карибского бассейна он уже погубил около 400 человек. Президент Российской Федерации Владимир Путин отмечает сегодня день рождения. Российскому лидеру исполняется 64 года. Свои поздравления коллеге направил Александр Лукашенко. Республика Беларусь заинтересована в плодотворном взаимодействии с Российской Федерацией во всех сферах. Углубление равноправного и эффективного сотрудничества в интеграционных форматах отметил глава государства. Первое тепло сегодня поступает в квартиры белорусов. Огня батареям коммунальщики начали давать в Витебской области. По существующим нормам глобальное потепление в жилфонде наступает, если за окном ниже плюс 8 в течение пяти дней. Подаваться тепло будет поэтапно, по 20% домов в день. В последнюю очередь тропический климат по традиции приходит в промышленные, административные и офисные здания. Необычный путешественник вот уже две недели идет по белорусским дорогам. Свой путь экстремальный турист из Саратова Владимир Пономарев начал в Бресте. Пересечь страну пешком с запада на восток мужчина решил в знак благодарности нашей команде на Паралимпиаде в Рио, которая в поддержку дисквалифицированных россиян подняла триколор. Теперь два флага красуются на тележке Владимира Пономарева. В дополнение немногословный плакат. За две недели, которые странник идет по дорогам Белоруссии, с ним успели пообщаться тысячи человек. Я решил таким образом, знаете как, отблагодарить белорусский народ, выразить свое, вернее, выразить свое, свое, свою благодарность белорусскому народу за этот поднятый флаг. Люди подходят, предлагают продукты, хотя я ничем и не нуждаюсь. Я тут наелся сала, наконец-то, белорусского и кровянки. Самое теплое и дружеское чувство, которое ко мне испытывают люди, естественно, и не у меня в душе. И напоследок новость для любителей астрономии и просто романтиков. 7 октября наша планета пройдет сквозь метеорный поток дракониды. Его интенсивность меняется из года в год и сегодня составит не менее 20 метеоров в час. Звездочеты прогнозируют настоящие спектакли в небе. На этом у меня пока все. Следующий выпуск в 16.30. Я прощаюсь с вами до этого времени. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok